В 2009 году в Гомельской области появилась замечательная традиция. По итогам работы в течение года среди жителей региона выбирать работников из разных сфер деятельности, которые внесли значительный вклад в развитие региона. С тех пор, вот уже 12 лет, премия Гомельского облсполкома «Человек года» вручается лауреатам почетного звания в семи номинациях «Руководитель», «Открытие», «Служу Отечеству», «Лидер», «Призвание», «Мастер» и «Человек на земле». Традиционно чествование победителей приурочивают к празднованию главного праздника Белорусской государственности – Дня независимости Республики Беларусь. В 2020, красивым летним днем, на набережной реки Сож в Гомеле, председатель облсполкома Геннадий Соловей вручил дипломы лауреатам на торжестве, посвященном Дню независимости Беларуси и 76-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. У Гомельской области засновано гоноровое звание «Человек года», якое присуджается за высокие досягнение у працы, творчий подыход у профессийной и громадской деяностей, и традиционно у День независимости Республики Беларусь лепши из лепших отрымливают заслуженные узнагороды. Гоноровое звание по выникам 2019 года удостоены школьницы и досвидные керовники, будовник, челогодолец и представник громадского объединения. Особливо приемно значить, что за всю историю проведения конкурса солитую першиню «Человек года» с Лоевской пропиской. «Человек года» с Лоевской пропиской, о котором сказал председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей Лариса Гунько. Она – животновод молочно-товарной фирмы номер 2 коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Колпень-Агро» Лоевского района. И по итогам работы в 2019 году Лариса Ивановна одержала победу в номинации «Призвание». Коренная «Колпенка» – так назвала себя главная героиня нашей программы. Потому что именно здесь, в деревне Колпень, в 7 километрах от Лоева, Лариса Гунько родилась, окончила школу, устроилась на работу, вышла замуж, родила детей и дождалась внуков. Здесь же жили и живут ее родные люди. Мат – животноводом тоже была, отец – механизатор. Тоже в фирме прожили в колхозе, ну так и померли в колхозе, в этой деревне. Ну а я осталась тоже живу. Тут сестра и братья здесь все мои в деревне. У нас катер в семье было. Все здесь живут, все работают в колхозе. Говорят, стабильность – признак мастерства. А когда мастерство оттачивается годами, как в случае Ларисы Гунько, то работа становится призванием. Лариса Ивановна с первого в своей жизни рабочего дня и до сегодняшнего работает животноводом. И длится это уже 17 лет. Хотя с обязанностями животновода знакома была еще до официального трудоустройства. У своей мамы она была первой помощницей на ферме. Сейчас стала правой рукой для заведующей МТФ. Мы с ней работаем где-то 5 лет. Я с ней работаю, как брагодир фермы. За это время у нас ни конфликта усилий никаких. Она по спорту, она будет отставить свое. Она будет отставить во всем свои вопросы. Она будет подсказывать где-то, что вот может так. Мы всегда вот как-то приходим к одинаковому мнению. Аккуратность в работе – исключительная забота о здоровье телят, стабильные привесы, ответственное отношение ко всему, что делает. Благодаря профессионализму нашей героини, ответственности и добросовестности, сохранность молодняка на молочной товарной ферме по итогам прошлого года составила 100%. Я могу ее характеризовать только как с положительной стороны человека во всех отношениях. Это человек, который переживает за все производство. Она начинала с маленьких теляток, потом на доращивание было, на больших. А сейчас она вообще у меня как правая рука. Я могу ее поставить на любую группу, на любых теляток и знаю, что будет хороший результат в ее работе. Побольше бы таких людей и легко бы вообще было бы работать. Надежный животновод. Разве оказывает такая честь растить самых маленьких теляток и выращивать до определенного возраста? У нее все получается. И надеюсь, будет всегда получаться. И будет получаться. Председатель Калпенского сельсовета Людмила Примак первая, кого наша съемочная группа встретила, приехав в Калпень. И сразу же с ходу, со знанием дела и удовольствием обрисовала семейный портрет Гунько. Гунько Лариса Ивановна, он по нас постоянно проживает на территории сельсовета. Работает с молодым в сельском хозяйстве. И муж ее, и все дети. В прошлом она многодетная мама. У нее три прекрасные дочери, которые на сегодняшний день две работают в сельском хозяйстве, в области сельского хозяйства, ветврачей. Зятья тоже работают в сельском хозяйстве. Лариса Гунько – мама трех замечательных дочерей. Старшая из них Светлана, по образованию ветеринарный врач. Сейчас находится в декретном отпуске. Готовится к рождению второго сына. Светлана вспоминает беззаботное детство. Говорит, родители делали все необходимое, чтобы дети ни в чем не нуждались. И, конечно, самые теплые слова в адрес дорогого человека. У нас мама самая лучшая. Мы ее любим очень сильно. Бывает строгая, конечно, не без этого. Но самый золотой человек, который есть – это, наверное, мама. Средняя дочь Ларисы Гунько – Ирина. Получила профессию зоотехника. До декрета работала заведующая молочно-товарной фермы «Крупейки» в хозяйстве «Колпень Агра». Сейчас растит новорожденную дочь. По возможности, помогает Лариса Ивановна на ферме. Как и наша героиня в свое время была помощницей для своей мамы. Ирине есть за что сказать спасибо родному человеку. За воспитание, как воспитала, что всем помогала, что ни в чем не нуждались. Что она выкладывалась, она давала все детям, детям, детям и детям. И даже что уговорить, что купить себе это, ого, это трудно. Она все детям, детям, внукам, внучкам, но только не себе. И так не знаю. За все спасибо, что воспитала так нормально, что ни бандиты не повырастали. Младшую дочь Ларисы Ивановны зовут Альбиной. Как и старшие сестры, в свое время она учится сейчас в Реческом государственном аграрном колледже по специальности ветеринария. И хоть сейчас они живут на расстоянии, мама и дочка по-прежнему близки. Мы созвонимся тоже каждый день. Постоянно звонить, отучиться. Она сразу звонит, что мама, я иду с колледжа. Мама звонит, мама спокойной ночи, я ложусь спать. Есть у Ларисы Ивановны и два замечательных, по ее словам, зятя. Один работает механизатором, другой – главным зоотехником хозяйства. Оба трудолюбивые и всегда готовы помочь любимой теще. Старший зятя – это у меня Женя Лоскутов. Ну, как вам сказать, и он молодец хлопец. Он по образованию зоотехник, он сейчас главный зоотехник. Он шустрый парень. И дома все дело. Второй зятя у меня – Саша. И он более-таки стеснительный. Молодцы хлопцы, хорошие. Что первый, что второй. Моим дочкам повезло, зятями. Хорошая зять у меня. Лариса Гунько – не только любимая мама и теща, но еще и бабушка. Внук Богдан и внучка Ангелина в центре внимания всего семейства. И совсем скоро на свет появится еще один маленький внучок. Показателем дружности и любви друг к другу в семье Ларисы Гунько является то, что все члены семьи живут в одном доме. Вместе им не тесно. Никто никем не тяготится. Наоборот, их дом не покидает веселье. Всегда найдется, с кем поговорить и поработать толокой. У них как семейный подрат. Муж у нее на тракторе работает. Это тоже как бы моя правая рука. Я могу позвонить, попросить в любое время где-то что-то. Ну, это же техника. Кто-то сломался, кто-то что-то надо подвезти, что-то надо отвезти. Он всегда идет на помощь. И зять у нее на тракторе тоже работает. Он тоже участвует во всех наших процессах. Семья у нас очень дружная. Мы живем все вместе. На данный момент собираемся переезжать. Не хочется. Хочется всегда быть рада с мамой. Так уж устроена жизнь. Дети рано или поздно покидают родительский дом, обретая свой собственный. И это нормально. Тем более после отъезда дочерей Лариса Ивановна останется не одна, а за своим, по ее словам, замечательным мужем Сергеем Николаевичем, с которым, к слову, совсем недавно они отпраздновали серебряную свадьбу. К сожалению, нашей съемочной группе не довелось пообщаться с главой семьи лично. Работа в поле этой порой не терпит отлагательств. Но из рассказа с супруги кое-какое впечатление о нем у нас все-таки сложилось. Такие слова в адрес супруга дорогого стоят. На признание в любви спустя 25 лет совместной жизни способен далеко не каждый человек. Самое главное, в такой ситуации детей не обязательно учить жизни словами. У них есть перед глазами родительский пример, а это куда действеннее любых наставлений. Хороший пример. Они друг другу помогают. Утром стоят, сразу едят к ней на работу, чтобы помогать на работе. А потом уже на свою работу едят. Не знаю. Хороший пример подают. Мне кажется, счастье – это, чтобы было в семье все хорошо. Чтобы дети не болели, сами не болели. Не в деньгах счастье. Деньги есть, денег нет. Здоровье, чтобы здоровье было у детей. Не знаю, думаю, так. И, конечно, каждый родитель желает, чтобы его дети выросли достойными людьми. Но не все прикладывают достаточно усилий, чтобы именно так и было. К радости и Ларисы Гунько, и ее детей, воспитанию в их семье уделялось должное внимание. Результатом довольны и родители, и их дочери. Ну, во-первых, хотели бы дети у меня всегда были послушные. Послушали, конечно, маму. Я держал их в основном строгости. Ну, нормально дети выросли, слушаются, живут со мной, слушаются меня. Не охота, чтобы, конечно, выезжали отсюда. Тяжело будет без их. Она научила меня полностью всему. Все, что я вот на данный момент умею, это все мама. Хороший человек, отзывчивый, добрый, пускай иногда строгая, но все равно в меру строгая и справедливая. Очень много ответственно к своей работе относятся. Всегда привесы нормальные. И ухаживают с котом тоже нормально. Ну, всегда хорошо. Иногда бывают, конечно, замечания ко всем бывают, но не такие, не критические. За многолетний добросовестный труд в отрасли сельского хозяйства и достижение высоких производственных показателей Лариса Гунько не единожды награждалась дипломами и благодарностями Лоевского районного исполнительного комитета. Думается нам секрет ее успеха в добросовестном отношении к делу, поддержке семьи и любви к земле, на которой живет наша героиня. Да, деревня мне нравится. Деревня хорошая. Она хоть и небольшая, но здесь люди нормальные, всех знаешь. Деревня мне нравится. Народ не зря придумал пословицу «Где родился, там и пригодился». Она актуальна и в случае Ларисы Гунько. Ведь, как показывает жизнь, человеку не обязательно покорять другие города и страны. Можно с таким же успехом совершать и на родной земле добрые дела. Дружить, любить, растить внуков и просто быть счастливой. Есть вечная любовь, что людям дарит небо. Есть вечная любовь, что небу доверяем мы. Благослови прошу, мою отчизну небо. И каждый дом, и все, кто в нем. Благослови, благослови. 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 Благослови.